Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о моем питании за 3 дня. Это воскресенье, понедельник, вторник. То есть, начиная с 26 по 28 число. В этом видео будет только мое питание. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и для моих новых зрителей я хотела бы сказать о том, что на данный момент я не худею. Мой вес составляет 57 килограмм, ну плюс-минус 500 грамм. Мой рост составляет 165 сантиметров. Мне 33 года. Я уже похудела, я достигла своего результата. Сейчас занимаюсь только спортом, скажем так, для того, чтобы усовершенствовать свою фигуру. И это видео было снято по просьбе моих подписчиков, потому что им интересно, как можно питаться, удерживая вес. И вообще, можно ли питаться, скажем так, ни одной куриной грудкой и овощами, после того, как вы уже похудеете. Также я хочу сказать, что я не считаю калорий, БЖУ, не сижу по каким-то системам Дюкана и так далее и тому подобное. Меня на данный момент устраивает мое питание. Мне абсолютно все нравится. Со здоровьем у меня тоже все в порядке. И, конечно же, это видео не является призывом к действию для тех девушек, которые худеют. Я ни в коем случае не против правильного питания. Я, конечно же, задумываюсь о правильном питании, о здоровье. И, возможно, мое меню в ближайшем будущем будет пересмотрено и будет максимально приближено к правильному питанию. Но на сегодняшний день именно так. И начну я с воскресенья. Конечно же, с утра. Каждое утро у меня начинается со стакана воды. Наливаю себе целый, но иногда не допиваю его. Далее завтрак. У меня яичница с помидорами и луком. И бутерброд из цельнозернового хлеба с творожным сыром. Вот такой вот с семечками. И, конечно же, кофе. Кофе у меня не крепкий. Да, большая кружка с сахаром. Далее у меня обед. Вот с таким йогуртом от марки Слобода. Здесь 290 грамм. Съела я целый стаканчик. Он, как мне показалось, с ароматом ванили. Хотя было написано, что он натуральный. И 4 кусочка маленьких вот таких вот печенек с какой-то фруктовой начинкой. Вроде бы еще с творогом. Я не поняла. Ну и, конечно же, кофе. Опять точно такой же, как и был с утра. И один кусочек я не доела. Зато съела весь йогурт. Этот кусочек съел у меня муж. Далее перекус из дыньки. Все кусочки я, конечно, не съела. У меня что-то забрали дети. Но в общей сложности, наверное, кусочка 3 я точно съела. Далее ужин. Две куриные ножки, запеченные в духовке. Огурец обычный, свежий. Плюс соленый и помидорчики. Следующий день. Завтрак. Обычный кусочек хлеба черного с творожным сыром. Два кусочка сыра. Небольших. И вот такой рулет с маком. Отрезала небольшой кусочек себе. Очень вкусный, кстати. И вот такая получается рожица в разрезе. И также, конечно же, кофе. Все тот же, не крепкий, с сахаром. Далее перекус. Мороженая крутышка. И еще один перекус у меня. Орешки пекан. Мои любимые. Я их просто обожаю. И три штучки инжира. И, конечно, кофе, извиняюсь за помаду. Очень мне хотелось выпить кофе. И в это время я готовила кабачковую икру. И, конечно же, я их пробовала. В общей сложности я съела, наверное, примерно 3 столовые ложки. Далее ужин. Та же куриная ножка. Два кусочка огурчика. Два кусочка помидорчика. И куриная грудка, запеченная в духовке в панировочных сухарях. Следующее утро. Завтрак. Два сырника. На самом деле достаточно больших. И, конечно же, мой стандартный кофе. Затем перекус. Вот такая достаточно большая тарелочка слив. Эти сливы у нас с нашего огорода. Они не совсем еще доспели. Но упали. И поэтому мы их все сейчас едим. Очень вкусные и сладкие. Позже я выпила стакан вот такой мажетельки со вкусом клубники. Очень люблю ее. И мои дети ее тоже обожают. Очень вкусно. И на ужин у меня вот такой достаточно большой, по мне, кусочек. Это судак, запеченный в духовке. Мама слегка обмазала его сметаной 10%. И сверху положила вот такой лучок. Очень вкусно. Вот такое вот у меня получилось питание за 3 дня. Я ничего не утаивала. Я действительно так питаюсь. И не скажу, что мое меню какое-то разнообразное. Я на самом деле задумываюсь о том, чтобы более максимально разнообразить свое меню. Но я обычный человек. Если, допустим, я или моя мама запекла вечером куриные ножки или куриную грудку, то, конечно, я не буду выбрасывать, чтобы на следующий день поесть что-то другое. Соответственно, если я покупаю какие-то продукты, то я ем те продукты, которые я купила. Это же касается, не знаю, орешков каких-то. Я купила упаковку и я ее кушу. Последний день, то есть сегодня, вторник, у меня получился именно таким питанием. Потому что первую половину дня после завтрака мы с моим сыночком гуляли по торговому центру. И там я выпила капучино. Сладкий капучино. И поэтому перебила себе аппетит. И уже больше мне особо ничего не хотелось и не хочется до сих пор. Сейчас уже 10 часов вечера. Я заканчиваю это видео. Больше кроме воды я ничего не пила. Чаи тоже за этот период я не пила. Я вообще чаи не особо люблю. Я уже об этом говорила. Поэтому вот такое именно питание. Также хочу сразу сказать, что как такового стандартного обеда, в стандартном его понимании, где существует первое блюдо, у меня нет. Мой обед состоит из неких перекусов, которые могут быть в один прием пищи, а может разделяться на несколько приемов пищи. То есть, когда, например, я кушаю фрукты, потом через какое-то время какие-то орехи, сухофрукты, потом еще что-то, и потом уже ужину. Для меня так комфортно. Комфортно для моего пищеварения. И я не вижу никаких в этом минусов. Но, конечно же, никого не призываю делать именно так, как делаю я. Я считаю, что любая диета, любое похудение, оно все равно должно быть максимально комфортно, если можно вообще применять такое слово, к каким-либо ограничениям в пище. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Пишите свои комментарии. Стоит, не стоит мне продолжать дальше вот такими сериями снимать видео. Если понравилось вам такое видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Если не понравилось, пальчики вниз. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!